Дорогие рукодельницы, добро пожаловать на канал Вязаные Истории. Меня зовут Юля и сегодня вашему вниманию я хочу предоставить легкий, понятный и доступный урок по тому, как вязать две петли вместе, куда какие наклоны делать, куда какие разворота делать. Очень было много у меня таких вопросов под моим мастер-классом о реглане снизу, поэтому я решила сделать запись отдельным видео и здесь я вам покажу как при круговом вязании, так и при поворотном вязании, куда и что нужно поворачивать петли. Начнем, конечно же, с поворотного вязания и я взяла, у меня был образец, я вязала для узора вам, оставляла и вот на нем я вам и хочу это все показать. Сейчас, секунду, итак, смотрите, если вы вяжете поворотными рядами и как вот к примеру моего образца, вы будете вязать и чтобы не было никаких ступенек, чтобы шла ровная плавная линия, я вот этот образец про немного кот мой поел, вот смотрите, она идет здесь ровная и здесь она идет ровная плавная линия, и я его еще прижарила, так вот, чтобы этого не было, я настоятельно вам всем рекомендую первую кромочную петлю вязать как кромочную, то есть не делать, другими словами, вы не делаете убавку, другими словами, вам не нужно делать убавку сразу начиная с кромочной, кромочную мы просто, как обычно, снимаем. И теперь приступаем к убавкам, если это поворотное вязание, то вот она наша с вами петелька, есть одна стеночка и вторая, она на вас смотрит, она полностью открытая, да, она вся перед вами, эта петелечка, это называется дальняя часть петли, это ближняя, это левая, это правая, как хотите для себя запомнить. То есть, давайте начнем, мы подхватываем за правую дольку, то есть петли у вас вот две лежат за правую дольку, сейчас вы провяжете две лицевые, которые будут идти с наклоном влево, за правую дольку вы их подхватили, вот обе, и провязали две вместе, они получаются аккуратными, у вас будет закрытый край, и идти аккуратно и смещение. Дальше вы вяжете сколько вам нужно, да, но мы здесь не будем, здесь вот как раз в роббиках, нужно сказать, и дальше я вам покажу, если вам нужно сделать наклон вправо, в правой руке, чтобы шла полоса, то здесь вам, конечно же, нужно как раз и перевернуть петли, о которых много идет вопросов, снимаем эти две петли и переворачиваем правыми, правыми дольками петель к себе, и теперь в захват делаем с этой стороны, провязывая, вот он, тем самым вы сделали, вот, видите, еще раз, еще раз повторяю, захват делаем справа, вот, захват мы делаем с под низу от левой руки, обе петелечки подхватили, провязали, и тем самым ваша петля открытая пойдет в правую сторону, и будет вот такое идти смещение, сейчас еще раз повторюсь, сейчас мы повторяем на вот этом большом как раз образце, чуть-чуть просто провязываем, убавку делаем, влево просто подхватываем за правые стенки, со стороны спицы рабочей, да, с правой стороны, подхватываем, и это будет идти смещение влево, если вам нужно смещение вправо, то вам нужно развернуть петли, чтобы они смотрели по-другому, и подхватывать мы будем слева направо, вот, видите, идут эти все убавки, я думаю, здесь ничего нет сложного, точно так же, сейчас я вам покажу в поворотном вязании, смотрите, в поворотном вязании наши правые дольки, да, они будут смотреть на нас, то есть петля, видите, вот она наша петля, я ее разворачиваю, то есть правая и левая долька, правой они лежат к нам, это тот случай, когда мы вяжем с наклоном вправо, если же с наклоном нам нужно влево, то тут нужно развернуть, развернули и провязали, да, вот идет наклон в левую сторону, к левой руке, если же мы говорим о наклоне, справа, то вот так вот, я думаю, вас все устроит, надеюсь, вопросов не возникнет, давайте еще раз попробуем, замедленном виде, 2 петли провяжу, наклон, наклон влево, разворачиваем в круговом вязании петли и провязываем за правые дольки со стороны, в спицу вводим со стороны, с правой стороны сверху, если же нам нужен в круговом вязании наклон влево, то мы точно также провязываем за 2 правые дольки, только спицу вводим снизу, при поворотном вязании все наоборот, как вы могли заметить, я думаю, вопросов не должно возникать, если они же все-таки остались, если вы что-то где-то недопоняли, если вас что-то где-то волнует, как бы в этом вопросе, то обязательно пишите в комментариях, я постараюсь максимально точно и наглядно ответить, мне кажется, уже здесь больше я никак не могла бы объяснить, спасибо, что вы были со мной, я очень благодарна вам и еще раз вам покажу свой маленький образец, видите, вот идет и вот идет аккуратно, поэтому помните, если мы в поворотном вязании вяжем, то мы вводим спицу справа налево для наклона в левую сторону, если же нам нужен наклон в правую сторону, то нужно будет в поворотном вязании развернуть наши петли, ввести спицу слева направо, снизу подхватив петли, на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, с вами была ваша Юля, всех люблю, целую! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok